Фотографии городских руководителей в общественном транспорте вызвали широкий резонанс среди интернет-пользователей. Несмотря на неоднозначную реакцию шимкенцев, ездить на общественном транспорте нормально для всех чиновников, заявил Аким. Сам Абдрахимов пользуется 136 маршрутом. Абдрахимов не оставил без внимания и замечаний общественности по поводу заработных плат чиновников. «Что все знали? Простые главные специалисты. Начальники отделов Акимата получают зарплату 50-60 тысяч тенге. Начальники, может быть, 100 тысяч тенге получают. Вот и всё». Заместитель Акима Гульжан Курманбекова, в свою очередь, тоже успела обнаружить недостатки в работе автобусов и передала их в профильное ведомство. «Я живу на северо-западе города и езжу 103 маршрутом. Вчера вышло в 8.20 вечера на остановку. Ждать пришлось всего 5 минут. Автобус был, естественно, заполнен. Из недостатков заметила только крики кондукторов на остановках, о чём уже сообщила свои замечания в отдел пассажирского транспорта». О том, что новая инициатива позволила быть чиновником ближе к народу, рассказал и другой заместитель Акима Города Тимур Баймуханов. «Я езжу на автобусе по выходным, так что для меня это не было чем-то непривычным. Мой маршрут – 27-й. Доехал утром быстро, за 7 минут, потому что из дома вышел раньше. Сейчас тяжёлое время. Надо быть рядом с народом, надо помогать. Например, сегодня утром рядом с остановкой я увидел груду мусора и сразу дал соответствующее замечание в профильный отдел». Чиновникам предстоит ездить на автобусах всего одну неделю. Продолжение следует...